Занимался ты футболом в Краснодарском крае? Да, все детство там провел, в такой маленькой станице, в обычной школе в США. Играл на район, на край. Большего и не было на тот момент. Первый тренер, конечно, там верил, но он не думал, что я настолько зайду высоко. Говорил, ты будешь в поле там, все будет у тебя получаться, есть данные есть, но надо над этим работать шаг за шагом. Дубль, потом вторая лига, первая лига, премьер-лига и за 12 лет карьеры дорос до сборной. Но ты думаешь, все-таки в твоем случае это большую роль таланта или большую роль трудолюбия? Да нет, какой талант там, по сути, я по детству вообще никак не уделялся среди своих сверстников. Как бы, наверное, это больше желание, трудолюбие. Работоспособность, это вот на чем я, наверное, выезжаю. И выполнение там требований, то, что от тебя требуют. Всегда надо мыслить светло, да. Если у тебя это не получается, то помогут люди, которые рядом, что в моем случае очень сильно мне помогло. Был сложный период, небольшой, но опять же, за счет веры людей других, которые рядом со мной, семья, друзья, все получилось. Вот сложный период, наверняка, имеется в виду травма. Что в этой ситуации страшнее, долгое восстановление или неизвестность, когда все закончится, закончится ли? Ну, в моем случае, была неизвестность. Да, я просто не знал, что будет через какое-то определенное время. Станет лучше или нет? Врачи не могли понять, да? Ну да, как бы такая травма была, непростая. Но в итоге все сложилось, и всем спасибо за это. Когда не играешь больше года, наверняка какие-то мысли есть, а что если не футбол? Да, сейчас можно это с улыбкой вспомнить, а тогда как-то было не до этого. Как ни крути, плохие мысли приходят в голову, но опять же, надо мысли светлые. Это уже пример для самого себя, то что, когда ты идешь за каким-то результатом, да, у тебя все получится. Ну и все-таки что, если не футболу было бы так, ну, не знаю. Какая-то, ну, опять же, неизвестность. Куда меня бы занесло вообще? Были предположения? Ну, опять же, в спорте остаться. Конечно, футбол — это часть жизни, большая часть. Может быть, в футболе. Да, это с Уралом было, это второй, по-моему, да, второй матч. Это первая победа была за долгое время. И вот второй гол, да, получился таким неплохим. Тем более приятно, что тогда и родители присутствовали на стадионе. Все так сложилось. И жена присутствовала? Да, конечно. Семья присутствует всегда, родители бывают там, приезжают. И дата матча была показательная? 8 марта, по-моему. Да. Подарок жена оценила? Наверное, да. Получается, играл ты и во второй лиге, и в первой, и в премьер-лиге, сейчас в сборной. Ну, понятно, что со стороны нам видней, но ты сам как-то считаешь, у тебя есть какие-то намеки на звездную болезнь? Нет, я вообще спокойно, никакой звездности. И даже близко об этом. И не будет даже. И я как бы всегда хожу по земле, я знаю, откуда я вышел и кем я стал. Все свое время стараюсь уделить семье, детям. Как бы это, наверное, сейчас самое главное. Дети растут, надо уделять внимание воспитанию. Это самое главное для меня. Ну, а что касается компьютерных играх, может быть, не знаю, пристал? Ну, так, конечно, люблю там с друзьями поиграть, там, в FIFA, PlayStation, вот это вот. А так, что прям какое-то увлечение, как все многие там футболисты, да, КС, такого нет. Большой круг друзей у тебя вообще? Ну, как, конкретно друзей нет, а знакомых, с которыми я хорошо общаюсь, так что, да. Есть кто-то прям с детства лучшие друзья? Да, да. Он прям с детства один. Вот где я жил, рос, и вот мы до сих пор вместе. Чем он занимается? Он там сельскохозяйственными делами, как бы вместе с отцом продолжает помогать отцу и так далее. Ты был у него на ферме, да? Да, конечно, я там все знаю, каждый приезд мой домой, мы там все обходим, побережаем. Ну, интересно, конечно, когда ты знаешь, кем он был, да, хоть и разница, там у нас 5 лет или 6, 5-6 лет, как бы, и когда тоже видишь, что человек развивается в своем направлении, да, и добивается результата, всегда рад. А чему хотел научиться, если бы было достаточно свободного времени, что-то уметь делать? Времени, как бы, есть, желание осталось прям до конца дойти, как бы, было желание на гитаре научиться играть, но оно остается, поэтому я приду к этому рано или поздно, а иностранный язык выучить. Ну, такие моменты, так, чтобы проще с иностранцами там в клубе общаться или путешествовать в дальнейшем. Кстати говоря, мысли за границей поиграть нет, так в целом, в теории. Ну, как бы, почему бы и нет, все возможно, даже можно, не там, не топ-клуб, да, но, опять же, попробовать на себе что-то новое прям, я бы не отказался. Ну, а ты вот бывший человек мегаполиса или как раз человек какой-то той же фермы или деревни, где можно спокойно провести время? Люблю контраст, ну, конечно, там, где я вырос, конечно, мне спокойнее, там, уютно, тишина, спокойно, но то, что у меня это есть, я этому очень рад, именно контрасту. А какие города или страны посетил, которые прям запомнились? Ну, наверное, этого мало было, да, так успел отдохнуть, там, Доминикану, Таиланд и все, наверное, потом уже семейная жизнь началась, как бы, пока не до этого. То есть семейная жизнь, уже Доминикана закончилась, не есть? Ну, как бы, да, с детьми, как бы, чуть-чуть тяжеловато, да, не хочется дергать лишний раз, тем более, как, вся ситуация такая возникла в мире, поэтому пока на паузе. Машина, это, естественно, особенно в семье она помогает, есть хорошая машина, как бы, радуюсь этому. Да, недавно приобрел, как бы, первая машина. Первая? Да. Ну, первую отцу купил, а потом уже себе. Поздно права получил, получил? Нет, просто, ну, как бы, это в самый последний момент, наверное, машина, как бы, я никогда не нуждался в ней. Просто уже, когда второй ребенок появился, уже надо было. То есть ты не лихаешь, не гоняешь? Нет, как бы, спокойно все. Мечта, если в футболе, то она, как бы, можно сказать, сбывается каждый день. Я в профессиональном футболе, я расту, развиваюсь, общаюсь, нахожусь в коллективе. Это, наверное, самое главное. А не в футболе? А не в футболе. Как бы, о не в футболе я особо не задумывался. Главное, чтобы в семье все было хорошо. Это самое главное для меня. Мы тренировались на одном поле и пересекались постоянно. А потом как-то уже, ну, социальные сети, опять же, тогда я еще был более-менее активен у них. И как-то списались, встретились. Там, сначала в компании посидели, потом уже один на один. Ну, особо до знакомства как-то, ну, не обращал, наверное, внимания, как бы. Ну, есть футбольная команда женская, да, там, со всеми привет, привет, там, как дела? И все такое, особо там, даже не думал, что мы с ней будем вместе. Как я только пришел в Химки, и там ребята уже были, которые общались с девчонками, и мы ездили на манч, они также приходили к там поддержать нас, мы ездили, как бы. Ну, мне было интересно. Наверное, внимание, очень внимательно, да, доброта, как бы, забота. Это, ну, это прямо, если одним словом сказать, то оно настоящее, прямо, искреннее. Это то, что вот я прям хотел. Взаимопонимание, прям, у нас между ней, ну, как бы с ней на высшем уровне, прям. Не было у нее попыток, ну, или, там, мысли вернуться в футбол после родения первого ребенка? Ну, опять же, если это могло бы быть на расстоянии, но семья должна быть вместе. Если бы, допустим, команда была в Сочи, то почему бы и нет? Можно было совместить бы, нашли бы варианты какие-то. Но, опять же, пока вот, пока нет. Ну, конечно, когда ты столько отдал футболу, ты будешь хотеть, а ты по-другому тут и быть не можешь. Если ссоритесь, надеюсь, что ссоритесь редко, кто обычно первый шаг делает? Мы не ссоримся, вообще не ругаемся. Говорю, взаимопонимание на высшем уровне. Кто из вас романтичный? Наверное, она. Как бы подаришки, там, такие все моменты. Ну, стараюсь не отставать. Опять же, все от ситуации зависит, да, но я больше в этом плане эмоционален. Да, она намного спокойнее, задерживая себя ведет. То есть сколько у тебя, сколько у тебя потом стало? Ну, если по десятибалльной, то где-то, может, шесть-семь у нее, там, в первых числах. Если то же самое про чувство юмора. Ну, наверное, у меня получше, простяй. Ну, она понимает все шутки, как бы в ее адрес она вообще спокойно относится. И скромность, если, наверное, нажать. Наверное, у нас это прям очень скромные мы. Два активных пацана – это тяжело? Ну, опять же, все больше нагрузка складывается на ней, да. Я как бы в разъездах, там, где-то на тренировке. Поэтому, ну, конечно, тяжело. Любимая игра с детьми? Ну, такой сын, который постарше, он более такой разнообразный. Он может и в игрушки поиграть, и в прятки поиграть. И на площадку выйти. Так на одном каком-то не зацикливается. Он уже знает, что и папа футболист, и мама футболиста? Ну, чуть-чуть так. Ну, то, что папа футболист, он видит это, да. Но, опять же, хоть Аня так же скромная, да. Когда я начинаю за нее говорить, вот мама тоже там в футбол играла. И Аня так, ну, хватит, что, не надо там. Все такое. Ну, как бы, конечно, в будущем, более осознанном возрасте он будет это знать. Имена детям выбирали вместе? Были какие-то споры? По-первыхому, вообще, как бы сразу решили. Это Даниил, да. А по-второму, ну, то, что первое мы придумали – Мирон. Потом возникла Артемий, но все-таки остановились на первом. Мирон, да? На кого больше похож первый, старший, младший? Ну, цвет волос, понятно, что не мой. Там, вот, Аня, реже. А так внешне как-то рисовывается, ну, Аня говорит, похоже на меня. Ну, конечно, хотелось бы, так как мы вместе, да, находились, находимся в спорте. Конечно, хотелось, чтобы дети развивались в этом же направлении. Старший мы уже прививаем, он на акробатику ходит. Как бы нравится. Посмотрим, что будет дальше. Чуть попозже футбол, конечно. Будешь пробовать футбол? Ну, естественно, да. Как посмотреть, там, Гены слили. Ну, Гены должны быть сумасшедшим, да. Поэтому большие надежды. Ну, надеюсь, что один из двух заиграет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...